Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня в нашей студии очень интересный гость. И я очень рада, что нашего время приехать из Санкт-Петербурга к нам сюда в Москву для того, чтобы познакомить вас с информацией, которая, на мой взгляд, очень важна любому россиянину, который действительно интересуется своим здоровьем. И я с огромным удовольствием представляю вам в нашей студии профессора, заведующего кафедрой биологической химии Медицинской академии имени Мечникова Владимира Абдуллаевича Додали. Но это не все его титулы, потому что я очень прошу добавить к той информации, что я вам сказала, свою. И очень прошу вас, расскажите немножко о себе, о вашей практике с медициной, потому что вы химик, биохимик. Но то, что вы сейчас делаете, для России, я считаю, очень важно. И недаром вот здесь мы видим огромное количество баночек, коктейлей, всевозможных коробочек. Потому что именно об этом, собственно говоря, мы сегодня хотим поговорить, господа наши зрители. Пожалуйста, слушаем вас внимательно. Да, действительно, заведующий кафедрой биохимии Санкт-Петербургской медицинской академии Мечникова и профессор политехнического института, где сейчас есть медицинский факультет, готовящий специалистов в области молекулярных основ медицины. Основ медицины – это очень важное такое современное направление. Всю жизнь занимаюсь разными проблемами. Окончил я первый московский медицинский институт, сейчас академия, фармацевтический факультет. И очень горжусь этим, потому что этот институт мне очень много дал в свое время из-за очень высокой квалификации преподавателей и обучения самого. А затем химический факультет Харьковского университета, потому что я работал в химико-фармацевтическом институте и занимался разработкой методов получения алкалоидов. Нужно было дополнительное образование. Мы говорить сейчас, собираемся с вами о БАДах, о биологически активных добавках и о функциональном питании, который появляется на рынке каждый фактически год. И чем дальше, тем больше. Но статистика такова, что в нашей стране доверяют всему этому очень мало количества людей. Еще недавно этот процент не превышал 3-7. Сейчас статистика вроде как нам дает цифру 15. То есть за последние 3 года интерес и доверие у наших людей к БАДам и к продуктам функционального питания в некотором смысле поднимается. То есть недоверие снижается. Но мы-то врачи, и мы-то биохимики, и мы-то, что называется, знаем, что в этих баночках лежит. Действительно у нас отношение к БАДам более чем странное. Потому что я бывал во многих странах. Я часто, буквально каждый год летаю на выставку в Лос-Анджелес по биологически активным добавкам и органической пищи. Это международная выставка, где представлены страны мира. Насколько широко эта проблема раскручена в мире и использование. И удивительно, что у нас вот такое, знаете, мягко говоря, осторожно подозрительное отношение к БАДам. И не только со стороны потребителей, но и людей далёких медицинских. Даже врачей, конечно. Это удивительно. Я должен сказать, что в этом отношении не очень благовидную роль играют некоторые телевизионные передачи. Это правда. Которые, да, которые буквально подменяют понятие, вместо того, чтобы говорить реально полезно, неполезно, что хорошо, кому хорошо. Говорят о каком-то криминале, который в этой области. Это не тот разговор. Криминал во всех областях есть. И пусть криминалы занимаются профессионалы. Нужные органы. Это их работа. А мы должны объективно оценить, а что такое биологически активные добавки. Я вообще, честно говоря, не использую слово БАДы, биологически активные добавки. Я использую другое сочетание, которое называется биологически активные вещества, природные биологически активные вещества, пищу. Это, честно говоря, одно и то же. Одно и то же. Биологически активная добавка – это просто технологическая форма. Пожалуйста, вы можете взять те же самые растения, о которых мы ниже будем говорить, и дома у себя на кухне из них готовить экстракты каждое утро. Готовить экстракты, принимать их, смешивать. Я так и делаю. И так далее. Ради Бога, это тоже хорошая форма. Но, во-первых, вы никогда не достигнете высокой технологии, имеется в виду сохранность продукта, потому что подавляющее большинство природных веществ биологически активны, одновременно немалоустойчивы. И нужно уметь их получить в таком виде, чтобы они сохранились. Это первое. Во-вторых, очень сложно приготовить концентрированные продукты, чтобы не пить литрами или съедать килограммами, например, капусты, брокколи, а принять, допустим, одну капсулу, где имеется суточная доза основного действующего вещества, я потом буду говорить об этом, и все, и организм получит все, и я понимаю, что в этом плохого. Это же очень удобно. Да, это же очень удобно, тем более в наше бешеное время, когда нет времени, когда люди заняты делом, что же не будет на кухне с кастрюлей вивозиться, и все это готово смешно. Но это принципиально то же самое. А БАДы – это просто удобная форма. Но коль скоро БАДы режут слух, я не буду говорить слово БАДы, буду говорить природные компоненты пищевых продуктов. Мы будем говорить о микрокомпонентах, потому что обычно знают, что нужны в питании белки, углеводы, жиры, знают, что, да, витамины, что-то о минералах, чуть-чуть, но это далеко ведь не все. Самый главный вопрос – а почему так мало информации даже у врачей? А потому что программа медицинского института не включает в этого. Программа медицинского института не включает широкого понимания действия природных веществ пищи. Хотя пища – это фактически лекарство. Все время мы декларируем эти известные еще от наших древних лозунги, но на самом деле ничего ведь не делается в этом плане реально. Я лекарства пью, а вот природные вещества, вот ведь и добавок, вот те, которых ругают, я принимаю каждый день и считаю, что это образом жизни. И много лет, наверное. Много лет. Я могу даже сказать, сколько вот столько, сколько они существуют. Нет, сколько меньше. Сколько они существуют на российском рынке. Я так думаю, лет 20. Лет 15. Лет 15. Лет 15. Потому что я считала, вот сегодня готовить к вашей передаче, я принимаю это 18 лет. 92-го года. Ну, значит, они были вам более доступны. А мне не стали доступны. Я принимаю регулярно, постоянно, без всяких длинных перерывов, по разумным схемам. Мы об этих схемах поговорим, какие с кем применения. И должен сказать, что поскольку у меня уже такой вполне солидный возраст, я себя чувствую вполне внутренне молодым, энергичным, интересными и желаниями, будем так говорить. Замечательно. Лучшая реклама. Да, да, да. Это совершенно серьезно. И благодаря этому, конечно, безусловно, ни в коем случае нельзя забыть такую важную вещь, как физическая нагрузка, физическая культура. У нас тоже к этим вопросам относятся с большим подозрением врачей. Они страшно боятся. Если я говорю, что я хочу заняться ходьбой, бегом, плаванием, далеко не все говорят, вы будьте только осторожны в вашем возрасте. А вот представьте себе, что... Проще запретить, чем разрешить. Мышцы тоже вырабатывают биологически активные вещества во время своей работы. И мы генетически вообще-то запрограммированы на это. Потому что мышцы, особенно мужчин, работают. И она выбрасывает в кровь огромное количество активных веществ, пептидной природы, которые являются регуляторами. И отсутствие мышечной нагрузки – это уже тоже патология. Конечно. Нужно объяснять все это дело, что мы запрограммированы на это. Нарушаем программу генетическую. Платим за это. Платим за это. Да. С сокращением жизни. Да, и болезнь. Нездоровье. Нездоровье. Да, потеря интереса, потеря качества жизни. Качества жизни. Сейчас речь идет о природных соединениях, которые мы называем микронутриентами. То есть те вещества, которые есть в пищевых продуктах. Мы говорим о пищевых продуктах. Не обязательно имеющихся в магазине, а говорим о съедобных. Потому что есть травы, дикие травы, которые не являются пищевыми продуктами. Они съедобные. Кстати говоря, этим тоже пренебрегать нельзя. Потому что все страны, где продолжительность жизни высокая, например, Япония, они используют, японцы используют около тысячи дикорастущих растений в своей пище. И совершенно не считают это чем-то таким ненормальным. Это абсолютно нормально. Мы, к сожалению, к той же самой крапиве, к той же самой сныде относимся с неким пренебрежением. А тем не менее, это прекрасно. Сорняк. Сорняк. Такое слово. А тем не менее, это прекрасный, не стоящий к очень ценным веществам. В свое время, когда там была дача, в свое время, в салаты мы утром всегда добавляли к обычному огурцам и помидорам. Все, что росло. И качество салата нисколько не уменьшалось, а польза была очень. Питательная ценность выше была. Это тоже вот из этого класса все. Вот из того, о чем мы говорим. И в этом здесь важно определиться. А что, собственно, организму нужно из продуктов питания? Вот принято и привычное по мединститутскому курсу белки. Совершенно верно, полноценные белки. Дозировка должна быть 60-80 грамм полноценного белка. А имеется в виду белок животных, либо белок рыб. Вот с вегетарианцами немножко сложнее вопросы. Нужно уметь сочетать белки, чтобы был набор незаменимых аминокислот. Помятую о том, что если раньше считалось, что аминокислот в питании белково должно быть 20, то сейчас 21. Вот совсем недавно, после расшифровки генетического кода, было показано, что селеносодержащая аминокислота, селеносостыль, является незаменимой эссенциальной. И она должна присутствовать в том или ином виде. Это проблема. Ну, далее, конечно, речь идет об углеводах. Но, к великому сожалению, у нас чаще под углеводами хотят понимать все сладкое. То есть дизахариды, ловочную сахарозу. И все варианты, где она присутствует, они еще идет о других углеводах. Речь идет о трудно расщепляющихся, прежде всего. В сумме должно быть где-то 450-500 грамм. Это волокна пищевые. Мы говорим о клетчатке. Волокна, волокна, это клетчатка, волокна, затем пектиновые компоненты, гемицуллозы. Вот такого рода вещества, которые расщепляются, но расщепляются достаточно медленно. Они не создают большой такой сахарной нагрузки. У нас же, к сожалению, потребление сахара в 50-60 раз больше любых норм. Это не только у нас, к сожалению, во многих странах Европы, но все от этого плачут. Это очень серьезная, не только нагрузка на поджелудочную железу, не только избыточный вес. Это еще изгнание из организма очень важных веществ, класса микроэлементов. Ну, например, изгоняется цинк, изгоняется хром, изгоняется ванадий. Ванадий новый микроэлемент сейчас появился. Вот из-за избытка сахара. Теперь, что касается жиров. Долгое время существовала концепция, что жиры должны быть, конечно, 70% ненасыщенных жир, то есть жидких масел имеется в виду, не определяя, какие масла. Любые. Любые, а жидкие. Лишь бы масло. Лишь бы масло. Лишь бы масло. И 30% животных жиров, особенно там... Твердых. Да. Но, оказывается, и концепция была такая. Зачем жиры? Это источник энергии очень богатый, это правда. Это компоненты жировой ткани собственного организма. Но, оказывается, далеко не все жиры являются источником энергии. Например, масло, которое содержит омега-3 жирные кислоты, это и тот же рыбий жир, то есть та компонента, конечно, но там не 100% омега-3 жирных кислот, а где-то процентов 25-30. Там льняное масло, например, где 56% одно из омега-3 жирных кислот. Вот масло, рыжиковое масло, рыжиковое масло. Но это не из грибов рыжиков? Нет, 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 это не из грибов. Это растение имеет даже свое латинское название, это растение, из которого получают рыжиковое масло. Вот оно в магазине продается, даже он покупал. Это не из грибов. Сейчас появились экзотические масла, допустим, масло, например, из виноградных косточек, кунжутных косточек. Масса, масса масел появилась. И почему-то у многих представление о том, что это источник адергии только. А ведь нет. Дело в том, что омега-3 жирные кислоты, как и некоторые представители омега-6 жирных кислот, например, арахидоновая, являются, во-первых, компонентами клеточных мембран, а во-вторых, исходным соединением для образования широчейшего класса гормоноподобных веществ, которые называются простагландины. Они регулируют все функции организма, абсолютно все. Начиная с зачатия, заканчивая интеллектом, кровяным давлением, состоянием сосудов и так далее. Но никак не используют в качестве источника энергии организма. А до сих пор существует представление, что жирный источник энергии. А вот и нет. И как раз в этой области, в области омега-3 жирных кислот, у нас очень серьезные проблемы в стране. Интеллект будущего поколения, вот новорожденного, но вот идти – это проблема проблем. Ведь это же важнее ничего уже не может. Беременная женщина и ребенок – ничего важнее не существует. Потому что это продление жизни по существу. Кинофонд наш. Омега-3 жирный кислот, дефицит. Одна из них входит в структуру серого вещества мозга. И представляете, если мать, неправильно питается и не получает, что же попадет ребенку вот сюда. Отсюда проблемы возникают. Потом с интеллектом. И это невосполнимо все. Все, что начинает работать после того, как ребенок крикнул, это уже невосполнимо. Уже поздно. Уже поздно. Уже потерянное время. Это относится, кстати, не только к амега-3 жирным кислотам. Это относится к двойному дефициту йода и сирена. И кальция. И кальция. Мы о кальции отдельно поговорим. А вот йод и сирен – это же проблема. Ребенок, плод, который формируется в чреве матери, он в девятой неделе уже имеет зачатки нервной системы, мозга и так далее. И к этому времени уже должны быть и наборы омега-3 жирных кислот, которые входят в структуру. И регуляция, регуляция гормональная, тироидными гормонами. Причем не тироксином, а триотиранином, Т3 так называемым. Который образуется в плаценте. И через плаценту идет управление развитием ребенка. Для этого нужен йод еще до родов. До зачатия, будем так говорить. Но не только. И сирен. Потому что как-то не задумываемся на том, откуда образуется Т3. Т3 образуется из Т4. Как из Т4 удаляется один от амбиода? Что он сам по себе удаляется? Нет. Есть специальный фермент. Для этого нужен сирен. И поэтому программы национальные должны включать в питание комбинацию йода и сирены. Такие продукты сейчас имеются. Кстати говоря, среди продуктов, которые называются биологически активные добавки на основе природных композиций. Это принципиально важно. Точно так же, как и рыбий жир, который нужен, если мы говорили раньше только ребенку, то теперь рыбий жир нужен на протяжении всей жизни. Начиная вот до зачатия матери и заканчивая глубокими стариками. Нужен рыбий жир. Но рыбий жир должен быть высокого качества. Жира нужен, например, 60 грамм в сутки. И менее. Для тех, кто едет. Думаю, что вы меньше едите. Безусловно. Но не за счет, менее не за счет омега-3 содержащих продуктов. Вот здесь как раз омега-3. Нужно обязательно достаточное количество. Больше надо. Больше. Нужно хотя бы, чтобы в день каждый здоровый человек, взрослый, здоровый человек, потреблял не менее одного грамма омега-3 жирных кислот. Не по массе капсулы, а учитывая, что в капсуле 25%. И коза пентоеновая, и до козы гексаеновая. Вместе должны дать дозу 1000 мг. Они должны дать, а не в общее масло. Особенно это важно для детей. Я должен сказать, что сейчас последняя выставка в Лос-Анджелесе, где я был в марте этого года, стали выпускать детскую форму омега-3 жирных кислот, где соотношение вот этих жирных кислот обратное. То есть, если раньше было эйкоза пентоеновой больше, чем до коза, то теперь для детей наоборот. И это очень глубокий смысл в этом есть. Больше до козы гексаенов, в котором нуждается детский интеллект и детское поведение. Американцы сейчас показали, что многие отклонения в детском поведении, например, детская агрессия, послушание, капризы, гиперактивность, капризы, бессонница, не спят. Даже детский суицид связан с хроническим дефицитом козы гексаенов, кислоты. Не надо на это обратить внимание.